Приветствую вас! И в жизни бывают разные обстоятельства. Бывают разные ситуации, бывают разные истории, настроения. Очень многообразная штука жизнь, вы знаете. И поэтому, если вы не ходили на тренировку, как вы говорите, если у вас были на доуважительные причины, доуважительные причины всегда являются оправдательным элементом в любом пропуске, занятии, проступки и даже преступления. Поэтому, если вы пройдете и скажете моему тренеру искренне о том, что у вас были какие-то проблемы и вы не могли, а здесь не понятно. Преусловие, что этот тренер человек достаточно серьезный, адекватный, профессиональный, зрелый, уважающий своих учеников, он вас обязательно поймет. Более того, он обязан вас понять, как человек старшего, опытный, мудрее вас. Он обязан вас понять. Если он этого не сделает, то он выскажет свою непрофессиональность, свои науважения к вам, своих некими и твои некоторые амбиции. Так и все. Не нужно бояться правды. Я прочитал ваши вопросы перед этим. Не нужно бояться правды. Лучше бы тогда сказать, как есть. И, как бы, показать человеку, что вы искренне, чем сказать неправду и потом мучиться от этого. А любая неправда всегда станет явной, явной. И тогда, когда человек узнает о том, что вы врели, узнает не от вас, а от кого-то другого, будет это очень некрасиво, очень нехорошо и доверие к вам будет подорвано. Поэтому лучше людям всегда все-таки говорить правду. И на правду они будут реагировать. И вот то, как они будут реагировать на правду, вам нужно фиксировать. Фиксировать. Фиксировать для того, чтобы оценивать их к вам отношения. Если реакция на какую-то правду вам не понравилась, и вы зафиксировали к себе плохое отношение, то логично предположить, что с таким человеком мама лучше не общаться, он не готов принять вашу правду. Он не готов принять от вас какие-то вещи, вы вынуждены будете ему врать. Любой обман – это предательство, в первую очередь, самого себя. Это искажение своей собственной реальности, в первую очередь. Поэтому к обману стоит пробегать в исключительных случаях. Ваши проблемы в семье, безусловно, являются уважительной причиной для того, чтобы не посещать занятия. По крайней мере, для вас. И оценивать, насколько они важны, в данном случае, можете только вы. Потому что проблемы в семье – это очень личная сфера, очень субъективная сфера. На кого-то они оказывают влияние не сильное, слабенькое. Кого-то вообще не трогают, а кого-то прямо начинает добраться. И в этом случае, каждому человеку необходим индивидуальный подход. А не говорить сразу, что проблемы в семье, но не у тебя, и ты обязан ходить, допустим, на занятия. Так скажет, человек недалекий, человек, мягко говоря, не очень умный и очень точно не уважающий вас. Поэтому ничего страшного в правде нет, не бойтесь их сказать. На против, скажите, я уверен, что ваш тренер поймет вас. И просто-напросто вы сможете наберстать упущенное, а может быть дальнее он и поможет вам стать лучше, чем остальные ученики. Просто потому что вы нашли мужество к себе пригнаться в том, как обстоят дела на самом деле. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, если вам мой ответ понравился. Сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи!